У кого есть какие идеи? Есть у кого-то идеи? Какое же мышление, Галарита? Ну, я думаю, у человека с выигрышным сценарием мышление, что я плюс и ты плюс, что мир открыт для тебя, и там не страшно, и туда можно идти. Вот, и он живет в спокойствии и делает так, как... Я думаю, что я плюс и ты плюс, что... Так, Саша, выключи, пожалуйста, звук, потому что фонит. Спасибо. Хорошо. У кого какие еще? Есть идеи? Ну, какие-то установки из серии «ощупаться безопасно», да, то есть, что ничего страшного в том, чтобы ошибиться. Это не по-другому трагедию, что всем людям, у каждого есть свое мнение, и, собственно, с правотой, да, вот, можно считать, что только я прав, можно считать, что, ой, я не прав и уйти в чувство вины глубочайшее, а можно просто признать когда-то, что, ой, ну да, было, ну давай там как-то решим на уровне взрослого, да, то есть это все решать и уже более конструктивно. То есть без... То есть, когда отношения с миром не влекут за собой негатива. Угу. 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 Здорово. Спасибо, Женя. У кого еще есть какие идеи? Ну, мне кажется, что с точки зрения взрослого человека можно всегда договориться, прийти к какому-то компромиссу, компромиссному, возможно, решению. Вот. И все, всего можно, в общем-то, таким образом изменить как-то ситуацию. Если говорить с положения взрослого, уважая партнера, с которым ты сейчас общаешься. Угу. Да. Да, отлично, замечательно. У кого еще есть какие-то по этому поводу? Ну, у человека... Меня слышно? Да. Угу. Ну, у человека успешного, да, у него вообще изначально идет, как бы, во-первых, успешные люди уже доказали ученые, у них совершенно другое воспитание. То есть, им с детства прививают, что он успешный, он будет успешным, что он лучше всех. То есть, такой ребенок, он не слышит абсолютно негатива в свой адрес, ему не говорят, не лезь туда, не делай то, ты не сможешь. То есть, эти дети, они совершенно, во-первых, по-другому воспитываются. И такой человек, он вырастает с уверенностью полной, что у него все получится. Это даже не то, чтобы уверенность, сколько вот он просто знает, что у него все получится за все, что он не возьмется. Это такая внутренняя, как бы, мне кажется, сила, которая, ну, уже ее ничем, во взрослом состоянии никто уже не сможет. Даже если ему и скажут, вот там, то, что нас цепляет, то, что нас цепляют мелочи, вот в бытовой жизни, мы истерим из-за них, и расстраиваемся, плачем, и депрессируем, и вот эти наши состояния, для них они неизвестны. Для них вообще даже то, что им могут сказать, там, ты там вообще, там, криворукий, ты все не так делаешь, такой человек даже на это внимание не обратил. Ну, ты, наоборот, скажем, ну, если так грубо выражаясь, не считается с мнением других. Почему такие люди идут по головам? Потому что для них, в принципе, мнение других людей, особенно людей, не добившихся ничего, не имеет значения. Мне всегда поражает, когда люди уже преклонного возраста, скажем так, не добившихся в жизни ничего, а сидящие перед телевизором, начинают учить новое и молодое поколение чему-то, пусть даже мелочам каким-то. Мне хочется всегда сказать, а вы покажите, чего вы добились, что вы берете на себя такое право, мало того, что учить, унижать, обсуждать, осуждать людей, которые пытаются хоть чего-то в жизни достичь. Ведь люди преклонного возраста, они уже многие не понимают, что если человек что-то в жизни неординарное пробует, что не входит в их картину мира, то он хоть чего-то может добиться. А они уже настолько укоренились в своих вот этих вот стереотипах и понятиях, что для них вот все, что делает сейчас молодежь, это ужасно. Меня поражает преподавание в школах сейчас. У нас вчера мамы ходили к директору, чтобы нам поменяли учителя по математике, потому что это человек неадекватный. Таких людей нельзя допускать к обучению в школе, потому что она не то, что там укореневшая, она уже просто, мне кажется, действительно у нее крыша поехала. И таких людей нужно вообще вот как фильтровать, нужно им проходить психолога перед тем, как новый учебный год она начинает, потому что то, что она матерится на уроках, то, что она оскорбляет учеников и не преподает предмет, это уже показывает то, что она вообще может детям, кроме того, что она их унижает и дает им вот эту заниженную самооценку в жизни, она больше их ничему не научит. То есть эта математика им нафиг не нужна, раз она не дает им даже азов просто общения нормального между учителем и учеником. И я рада, что все-таки мамы вчера ходили к директору и добились, вроде как нам должны поменять. Конечно, как моя дочка сказала, что дай бог, чтобы не хуже. Спасибо, Анжела. Кто еще хочет сказать, Саша, хочешь сказать что-то? У меня все зависает, у меня все сытает, тормозит. Я половину пропустила, потому что меня выкинула, поэтому я пока не могу ловить все. Хорошо, ладно, тогда я скажу, что все, что сейчас вы сказали свое мнение, здорово, очень хорошие умные мысли у вас. И я кое-что дополню и, так сказать, резюме такое подведем. Вот прям давайте как противовес, вот очень интересно анализ такой сделать, противовес проблемному мышлению. Вот если к проблемному мышлению первым пунктом у нас идет вот это вот утверждение, я всегда прав, да, а из-за этого и конкуренция, и споры. Вот стиль поведения, мы в нашем тренинге называем творец вселенского изобилия, да, потому что мы все двигаемся к тому, как стать творцами вселенского изобилия. То у творца вселенского изобилия, у него, во-первых, мышление возможностей, вот запишите себе, у него мышление возможностей. И в противовес, вот первому проблемному мышлению, что я прав, и конкурентности борьба, у творца вселенского изобилия, у него первым пунктом пойдет сотрудничество, поиск новых решений, компромиссов. То есть наоборот, он сотрудничает с другими людьми, они глупо доказывают, я прав, я прав, да, я умный, а ты дурак. Нет, наоборот, он сотрудничает, он выслушивает их, он уважительно относится к людям. Второй, если в проблемном мышлении там выйдут постоянные поиски, кто виноват, да, игры, 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 и кто виноват, то здесь нет виноватых и нет правых. Нет, мир просто есть, он просто есть мир. Это позиция принятия, принятия людей, их поступков, их ошибок. Да, вот ты ошиблась, да ничего страшного, нет. Но вот когда ты ошиблась, а ты начинаешь доказывать, что я правильно сделала, я правильно сделала, о чем это говорит, как вы думаете? О том, что эта ученица, она в симбиозе уже со мной, она на меня навесила экран своего папы в данном случае, как я понимаю, потому что папа был очень строй, он и есть, дай Бог ему здоровья, очень строй день такой, который требует очень много, всегда обвиняет. Понимаете? И она ждет, что я сейчас начну ее ругать, начну обвинять. Я ей просто указала на то, что нужно делать вот так, вот так. Она пишет, нет, я делаю правильно, я делаю вот так и вот так, но я правильно делаю. И вот эти вот дебаты, они длились целый день, а днями у меня колоссальное количество времени. Но разговор, что он на самых разных, на совершенно разных уровнях. Я им не возражала. Да, может ты и правильно делаешь, но нужно делать вот так и так, потому что результат приводит к ошибке. Понимаете? И абсолютно творец вселенского изобилия, он не хочет человека унизить, он не хочет его как-то оскорбить, он не хочет из него дурака сделать, что обычно в таких, в игровых ситуациях. Но если сам человек начинает защищаться, как бы говоря всем своим, я правильно сделаю, я не виновата, то это уже говорит о симбиозе, о том, что у человека искаженная картина мира, уже все, он не видит, кто перед ним. Он просто видит своего родителя, папу, перед которым нужно всячески защищаться. Потому что папа сейчас накажет, понимаете? А там в глубине много страха. А я не хочу быть наказанной. Следующее. Вот если у людей с проблемным мышлением, у них жесткая картина мира, да, и изменения очень опасны, то у творца вселенского изобилия, который имеет мышление возможностей, у него такая позиция. Изменяться – это так здорово, так интересно познавать мир, так интересно расширять границы своего мира. Понимаете? И следующий пункт, который в проблемном мышлении гласил, что мир опасный, нет возможностей, да, в этом мире. То есть здесь наоборот, что мир относится к нам с добром, он добрый, он светлый. То, что Лариса сказала. Я плюс, и мир плюс. Я хороший, мир хороший. И в мире неограниченное число возможностей. И вот я хочу вам в завершение задать последний вопрос, но на этот вопрос мы будем, уже этот вопрос мы будем обсуждать о следующем нашем занятии. А как же вы думаете, что же происходит на уровне подсознания? Потому что всё, что мы рассмотрели, это проявленные аспекты сценария проигрывающего, как они проявляются. Но, опять же, вот у этого внутреннего закона, что изменения опасны, существуют ещё и глубинные подсознательные уровни. И вот именно в нашем тренинге, чем наш тренинг и отличается от всех остальных тренингов, которые люди идут к успешности, это тем, что мы на глубинном подсознательном уровне осознаём. Выводим из бессознательного к осознанию все эти процессы. Вот то, что говорила Анжела. Да, человек кричит, доказывает, что я имею право на существование. Но ведь важно исцелить, а что же там внутри заставляет вот так вот ссориться, бунтовать, кричать или находиться в полной пассивности. Есть нечто, что заставляет. И вот именно это нечто, об этом мы и поговорим на следующий раз с вами. И сейчас опять хочу вернуть вас к прекрасной действительности. Посмотрите, какой интересный мир, какой он яркий, какой он насыщенный. Сколько здесь всего самого разнообразного. И вот Творец этой Вселенной, он ведь играл в замечательную игру. Вот это его игра, то, что мы с вами живём, то, что есть такой красивый мир. Это всё его игра. И вот я вам предлагаю, что мы с вами тоже можем здесь, в нашем тренинге, игре «Сияние жизни» начать играть, раскрыть реалити-шоу такое, где мы будем все вот эти моменты сценарные выяснять, прояснять, изучать, осознавать, исследовать. Где мы будем осознавать, а что же там внутри, в глубинах нашего подсознания происходит. И исцелять это будем. И уже на втором уровне начнём зарабатывать деньги, как инструкторы центра «Роза жизни», как веб-мастера, которые ведут сайты. И ещё у нас несколько программ, и копирайтинг, и продюсирование. Поэтому я вам предлагаю, присоединяйтесь к нам, и будем продвигаться дальше, и исследовать все вот эти интересные моменты, и становиться уверенными и успешными, потому что пока вы не исследуете, и пока вы не исцелите свои глубины бессознательного, к сожалению, успешность будет ускользать, ускользать, ускользать. А можно делать это весело и играя, вот в нашем тренинге игре. И до новых встреч!